Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы сейчас на моём канале «Счастье в нас самих», где действительно уже на сегодняшний день собралось огромное количество инструментов в помощь вам. И единственное, что я, как я всегда говорю, всё зависит от вас, всё зависит от того, сколько времени вы согласны потратить для изменения вашей жизни. И, соответственно, каждая практика, каждая медитация, каждый настрой может помочь вам. Все они включают в себя избавление от негатива. Какой бы вы настрой не слушали, каждому из них избавление от негатива, повышение уверенности в себе, любовь к себе. Ведь это же именно начало, это именно основа. С чего надо начинать любые изменения? Любые изменения надо начинать с любви к себе. По той простой причине, что меняется ваша энергетика, когда вы пропитываетесь любовью к себе. И тут уже автоматически вы начинаете излучать эту любовь, делиться этой любовью и притягивать к себе людей, события, ситуации, которые тоже наполнены вот этой любовью. Не знаю, многие, я знаю, в это не верят, но любовь – это большая сила, которая может изменить все. Поэтому всегда, когда ко мне обращаются на личные консультации, ну, не по Таро, а именно по саморазвитию, люди удивляются, но мы всегда начинаем с любви к себе. Ведь когда вы любите себя, это значит, вы начинаете доверять себе. Когда вы доверяете себе, вы становитесь уверенными в себе. Когда вы уверены в себе, вы увереннее идете по жизни и притягиваете к себе ситуации, которые приносят вам еще больше любви, доверия и уверенности. И, соответственно, вы меняете свою жизнь. Но на это действительно надо время. Я знаю, что есть очень много маркетинговых ходов, когда пишут, что все это можно сделать за один сеанс. Но вы посмотрите, что написано внизу. Под такими видео. Все равно я просто это все анализировала, смотрела. Под каждым видео написано, что рекомендуется просматривать это видео минимум 30 дней для того, чтобы был результат. Или, как пишут иногда, для закрепления результата. Поэтому я тоже использую иногда эти ходы, но в основном я всегда говорю, что работа над собой – это каждодневная работа. И она, кстати, очень приятная, потому что все эти практики, особенно медитации, мы проходим в таком состоянии, в альфа-состоянии, которое очень-очень приятно и для ума, и для тела. Я, кстати, очень люблю, когда я каждый вечер погружаюсь в медитацию. Это самое приятное время. Ну, а сегодня мы посмотрим, чего вы боитесь прямо сейчас. Может, некоторые из вас узнают эти страхи, а может быть, это будет новостью для вас. И избавившись от этого страха, вы сможете избавиться от какой-то проблемы, решить какую-то задачу и улучшить какую-то ситуацию в вашей жизни. А может быть, и не одну. Ну, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной. Ну что, смотрим. Первое, чего вы боитесь сегодня. И первое, что я хочу сказать, сегодня вы боитесь встречи с какой-то женщиной. Это самое яркое, что я вижу сейчас. Эту женщину вы знаете. Это может быть как бывшая возлюбленная, бывшая жена, бывшая знакомая, бывшая подруга. Кровного родства я здесь не вижу. Это именно кто-то из того, что я вам сказала. Может быть, для мальчиков, может быть, незавершенная какая-то ситуация с этой женщиной и именно разговор с этой женщиной, встреча с этой женщиной, общение с этой женщиной вселяет в вас какой-то страх. Ну, таким же образом, я могу сказать, не только для мальчиков, просто ярче всего увидела мужчину какого-то, который вот именно боится этой встречи. Ну, а также это может быть для всех других, для кого это актуально. Также по этой карте боитесь какого-то своего прошлого. Чего-то связанного с прошлым вы боитесь и боитесь, что это повторится. Вы знаете, эти страхи, ну, насчет встречи, тут уже ваш выбор, все равно вы можете выбрать. Вы же можете не встречаться, вы можете не разговаривать, но тогда для себя вы должны закрыть эту страницу и, соответственно, идти и жить дальше своей жизнью. И это же не важно, мужчина или женщина. А вот если вы боитесь повторения чего-то из прошлого, смотрите, ваш страх может притянуть, может быть, нет точно такое же событие, но событие, которое вызовет у вас те же самые эмоции. В основном, насколько я понимаю, если вы этого боитесь, значит эмоции негативные. Вот, поэтому смотрите, вот тут я могу сказать, что ваше прошлое гоняется за вами по той простой причине, что вы боитесь его отпустить тоже. Подумайте, выбор ваш. Я просто рассказываю и стараюсь помочь вам избавиться от ваших страхов, избавиться от того, что вам мешает. А страхи вам мешают. Давайте еще посмотрим. Вот тут я опять вижу межличностные отношения. Тут опять выходит мужчина. Мужчина старше 45. Мужчина довольно-таки заботливый. Не могу сказать, что очень открытый. Есть какие-то скрытые именно черты характера у этого человека. Вот тут я могу сказать, для некоторых из вас вы боитесь потерять этого человека. Вы боитесь потерять отношения с этим человеком. И это как может касаться девочек. И также это может касаться мальчиков. Только для мальчиков это, скорее всего, кто-то из друзей или из близких, из родных и близких. По какой-то причине боитесь потерять отношения с этим человеком. Может быть, что-то произошло в прошлом или происходит сейчас, что вы поссорились, вы повздорили и, соответственно, может быть, нет сейчас общения. И при всем при том, что гордость не позволяет, особенно девочкам, вы боитесь человека потерять. Опять же, чем больше вы боитесь, тем больше вероятности, что да, потеряете. Лучше перестаньте бояться изменить отношения к тому, что произошло. И если обиделись, простите. И, соответственно, вы знаете, даже для девочек могу сказать, что если все-таки отношения подходят с мужчиной, если все-таки действительно неплохой человек и хороший человек, и вы хотите отношения, то иногда можно пойти на примирение и первой тоже. Смотрите, тут я еще вижу ситуации, когда человек вам не подходит. Я не говорю, кто хороший, кто плохой, нет хороших или плохих людей. Люди такие, как мы их принимаем. И не всем с нами по пути. Так вот здесь здесь я вижу еще ситуацию, что с человеком не устраивают вас отношения, и это длится уже не один день, но все-таки по какой-то причине вы боитесь его потерять. Подумайте, проанализируйте, и помните, что ваш страх потерять еще больше притягивает именно эту потерю. Ну и конечно, вот тут еще очень важен анализ именно что же это за отношения, почему это произошло, что не понравилось вам, что не понравилось этому человеку, и это касается любых межличностных отношений, не только отношений мужчина-женщина. Поэтому смотрите, ну вот тут я вижу этот страх, и этот страх может притянуть еще больше того, чего вы боитесь. Любые страхи, а тут еще смотрю, боитесь перемен. Вы боитесь перемен, вы боитесь выйти из зоны комфорта, вы боитесь, что с переменами придут какие-то трудности. Тут еще эта шестерка мечей, она говорит о переездах и сменах места жительства, места работы. Боитесь поменять место работы, боитесь поменять место жительства, и соответственно, ведь смотрите, в основном так показывают еще карты, это когда вот то, что у вас сегодня, вас не совсем устраивает, но поменять что-то вы боитесь, и соответственно, если вы боитесь перемен, если вы боитесь двигаться к переменам, то они не наступят, но вы не можете и ожидать того, что в вашей жизни что-то изменится. Иногда, да, надо уйти в неизвестность, принять неизвестность, и действительно бывает даже такое, что надо начать с нуля для того, чтобы подняться высоко, высоко. Вот такие у вас страхи именно сегодня. .